Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Вот уже через несколько дней в эти выходные будет биться Александр Гвоздик и спортсмен из Франции Мехдиамар. Это вот раз. И также в эти же выходные у нас выборы президента России. И эти вот два события, выборы наши и бой Гвоздика Александра, они имеют одну общую черту. Вы, я думаю, уже поняли какую. Это предсказуемость результата. Понятно, кто выиграет, кто проиграет. Но, правда, в отличие от выборов, все же таки от политики, бокс – это спорт благородный, честный, чистый. То есть настоящее соревнование, открытое. И поэтому, конечно, гораздо оно поинтереснее, чем выборы, несмотря на предсказуемость результатов. И вот давайте поговорим об этом бое. Что вообще есть вокруг него? Потому что раз что произойдет в ринге довольно предсказуемо, но что вокруг, что мы имеем? А имеем мы такую интересную ситуацию. Вот были, скажем так, был Ковалев Сергей, был Ворд. И Ворд отобрал у Ковалева пояса, справедливо или нет. Но это случилось. И дальше Ворд ушел. И сразу три пояса стали свободны. Они все расплылись. Один пояс достался, ну, тому же Сергею Ковалеву он его отвоевал. Да, другой Дмитрию Биволу, Артуру Бетровиеву достался пояс. Ну, и один остался у Стивенсона. И что выходит, что вроде все равны, примерно, да. И Александр Гвоздик, он не хуже своих оппонентов будущих. Но они все по поясу получили, а он пока еще нет. Да, то есть ему пояса не хватило. Такая маленькая, как бы, несправедливость в отношении него. Ну, или не то, чтобы даже несправедливость, а, скажем так, невезение. Это вот раз. Это то, что вокруг боя. Теперь, как бой сам сложится? Ну, никто не сомневается в победе Александра. И даже всем понятно, что Александр победит досрочно. И даже большинство думает, что Александр просто снесет оппонента сразу же. Потому что этот Мехдиомар у него, ну, вообще он не особо звездный. То есть он ни у кого за жизнь толкового не выиграл. У него пять поражений, ну, в общем, несколько поражений у него есть. Также, так, микрофон у меня на месте. Также, что еще, безударный он, ему 35 лет. Ну, в общем, ничего хорошего по всем вопросам. Но что здесь забавно, что теоретически, если так по теоретизировать, то бой может даже за экватор перевалить. И вот по какой причине. Потому что стили делают бои. И вот Александр Гвоздик, он, скажем так, он не такой уж, ну, кутер сам по себе. Хоть у него и большой процент нокаутов. И вот сейчас мы поговорим почему. Потому что Александр Гвоздик, он сам, он любит работать вторым номером. То есть он любит, когда, как бы, на него идут. И пускай даже оппонент будет острый, опасный, с тяжелым ударом. Но важно, чтобы он шел. И вот я говорил уже до этого несколько раз, что у Гвоздика, у него право прямой, ну, по сути, основной удар, наверное, боксера, да, он не такой уж, как бы, и сильный, не такой уж и опасный. Но если он не такой уж и опасный, то, вообще-то, он им роняет людей. Как он это делает? Он это делает просто как ювенир. Он подбирает момент. То есть, смотрите, как вот в автомобильных авариях. Если, допустим, один ехал автомобиль, и второй ехал за ним. И как бы врезался в него, да, ему, в общем, в зад врезался. То эта авария, она не страшная, по сути. Почему? Потому что в одном направлении, как бы, они движутся, да. А вот если столкновение, пускай даже медленно, один автомобиль ехал, и другой ему навстречу, и они, как бы, столкнулись, то даже при низких скоростях, при, как бы, очень низких, там, при малой мощности автомобилей, эта авария жуткая. Почему? Потому что сложение энергии. Так вот, и Александр Гвоздик, он это при своем правом прямом очень хорошо использует. То есть, он вроде убегает от противника, от оппонента. Он, как бы, по кругу, там, назад, назад. То есть, он все время как-то движется, его окучивает левой рукой. Но в нужный момент он при правом прямом, он, как бы, сам дает импульс тоже вперед. Вроде у него удар не очень амплитудный, не очень он уж там и плечи разворачивает. Но он жестко ставит руку, он следит, чтобы у него плечо поднялось, то есть, такое кромысло, то есть, жесткая в итоге у него постановка, жесткая конструкция выходит. И противник, он натыкается на эту конструкцию. И понимаете, что выходит, что с одной стороны голова противника вперед движется, с другой стороны кулак. Так, жесткая поставлена, жесткая конструкция. И вот это вот позволяет даже, может быть, и не при самом сильном ударе, не при самом сильном ударе, да, хотя я понимаю, что вот если вы из Украины, то вы, ну, возможно, как бы, критично отнесетесь к моим словам, да, что не сильный удар у Александра Гвоздикова. Но вот благодаря вот этому вот, как бы, сложению импульсов противник лезет вперед и нарывается на удар, то по факту удар становится весьма опасным. А вот в этом бою, что важно, что этот Мехдиамар, он не особо вперед рвется. То есть, он, как и Александр Гвоздик, он сам любит работать вторым номером. Правда, он, ну, пониже классом ощутимо, да. То есть, вообще, Мехдиамар, он как-то не смешно, он на Мухаммеда Али похож. Такая реинкарнация Мухаммеда Али. Знаете, как вот есть в Ютубе такие ролики, как, например, там, этот индийский Тайсон, да, или корейский Шварценеггер. Ну, вот, и получается, Мехдиамар, он французский Али. Ну, правда, многократно ухудшенный. То есть, он опускает руки, он щупает передней рукой, двигается, там, по-всякому так вот, в общем, с опущенными руками может позащищаться. И выходит, что, что, как мне кажется, не выйдет у Александра Гвоздик, и так вот, как бы, его одним ударом тюкнуть, чтобы он упал. Потому что противохода не возникнет. Мехдиамар, он, как бы, сам будет назад уходить. Но, вряд ли он достоит все равно. Что, что выйдет? Что Александр Гвоздик будет полностью выигрывать, и он в какой-то момент все же зацепится за Мехдиамара. И дальше он абсолютно в своем стиле, он, думаю, его победит боковым ударом. То есть, что это будет? Он, Александр Гвоздик, как бы, его там или канатом подожмет, или просто в какой-то момент встанет в Мехдиамар. Александр Гвоздик, он любит бить такие вот, как бы, серии с прямых ударов средней силы. Бывает еще снизу туда вставляет, но у него снизу они тоже вперед туда, как бы, направлены. И вот этой вот, как бы, своей серией он с прямых ударов, он соберет руки Мехдиамара перед головой, то есть, как бы, спереди их соберет. А дальше, вот в эту вот образовавшуюся брешь, Александр Гвоздик, он сжатый тоже в узкой траектории, он нанесет боковой. Или право-боковой это будет, или лево-боковой. Ну, и вот, как бы, после этого, думаю, Мехдиамар и потеряется. Вот, примерно таким я вижу исход боя. Насколько это быстро произойдет? Может, конечно, и вообще довольно быстро, если Александр, ну, активируется, сразу как-то подожмет этого Мехдиамара, чтобы ему убегать некуда было. А если так, как бы, он его сразу поджимать не будет, то, возможно, из экваторов даже бой перевалит. Ну, что, спасибо, что посмотрели данное видео, да, до новых встреч, друзья.